Первые дроны появились еще в конце 19 века. Тогда они представляли собой не такие портативные устройства, а это были большие воздушные шары, правда без пилота. Сейчас квадрокоптеры умело влетают во все сферы жизнедеятельности, включая спорт. Так в России относительно недавно официальным видом спорта признали дронрейсинг – гонки нового времени. Все началось с радиоправимых моделек. То есть, вначале это были игрушки, потом, когда технологии развивались, люди поняли, что они могут быть очень полезны. То есть, со временем развития технологий дроны стали летать выше, быстрее, дольше, они начали поднимать нагрузку на себе и начали выполнять полезную функцию. Такие как доставка грузов, мониторинг местности, противопожаренный мониторинг, состояние трубопроводов, наблюдение какими-то объектами, сложными задачами. И сейчас, в следующей стадии развития всей этой беспилотной авиации, мы сейчас не говорим про военные технологии, то есть мы отдельно от них отстроимся, дроны могут исполнять функции автономно. Они могут летать без управления человека, можно дрону задать какой-то маршрут, что-то облететь, что-то проверить, контролировать, перевести и вернуться, и это делать в полностью автономном режиме. Плюс технологии не стоят на месте, дроны могут облетать препятствия, дроны могут летать очень плавно, они могут зависать над какой-то точкой. И следующий шаг при этом – это развитие так называемого «умного роя». То есть, когда у нас определенное количество дронов, 10, 20, 30, 40, они управляются как одно единое целое. Уступаем ли мы другим регионам? Уступаем. Например, в Казани и в Самаре уже созданы целые клубы таких пилотов-дронов, которые успешно развиваются. Дело в том, что при пилотировании беспилотных летных аппаратов есть ряд ограничений. С одной стороны, это законодательные ограничения, потому что дроны нужно регистрировать, нужно уведомлять контролирующего на полетах, если мы делаем правильно. И даже если мы проводим какую-то аэрофотосъемку, то нужно исключать такие объекты, которые могут представлять государственную тайну. Это нужно согласовывать тоже с специальными ведомствами. То есть, все это не просто так, и для всего этого нужна работа. То есть, нужно администрировать, организовывать. И у наших соседей эта работа ведется целенаправленно с пилотами, с любителями. У нас такого пока нет. И чтобы исправить эту ситуацию, в политехе был запущен проект Дронодром в рамках реализации программы «Умный кампус». И на базе этого Дронодрома мы запускаем клуб пилотов-дронов, который называется «Улдскай», «Ульянское небо». Есть целая федерация, официальная спортивная федерация авиамоделизма. Там летают на радиоуправляемых самолетах. Вот. Дрон относится как раз-таки к авиамоделизму, официальному виду спорта, и по нему проводятся состязания. Международные, всероссийские. Вот недавно был очередной этап в Москве. Дронрейсинг – это чемпионат по состязанию на дронах. Нужно на скорость пройти определенное количество кругов по стандартизированной трассе максимально быстро и без ошибок. Давайте поговорим вообще о разновидностях дронов. Вообще, какие они бывают? И какие именно нужны для дракрейсинга, дронрейсинга? Я так понимаю, какие-то гоночные нужны? Ну, давайте начнем с того, что под понятием дрон мы понимаем не только воздушные беспилотные летательные аппараты, а вообще любой, в принципе, механизм, который управляется без прямого участия человека. То есть, если ездит какой-то беспроводной автомобиль, это тоже дрон наземный. Но так повелось, что по дронам общепринято это что-то воздушное, беспилотные именно летательные аппараты. Они бывают, на самом деле, очень разные. Есть несколько классификаций. Например, одна из классификаций – это по количеству несущих винтов. Если у нас 4 винта – это квадрокоптер. Если 6 винтов – это 8 винтов – это октокоптер, ну и так далее. Соответственно, они также подразделяются по назначению. Дроны бывают наблюдательные, дроны бывают грузовые, дроны бывают специального назначения, военные бывают. Бывают игрушки развлекательные, бывают спортивные. То, что как раз-таки используются в дронрейсинге, на скоростном прохождении каких-то стандартизированных трасс. И даже если мы посмотрим только на спортивные дроны для дронрейсинга, там тоже есть свои классы. То есть они бывают по массе, они бывают по типу управления, они бывают по типу проводимых соревнований. То есть что-то мы смотрим, как управляется человек в очках, это так называемый FPV-класс. Что-то управляется со стороны, мы смотрим, что-то управляется просто на экранчике. То есть классика очень большая, и каких-то 100% устоявшихся терминов определений и понятий пока не существует. Спортивные дроны, они меньше в размере, но они тяжелее, потому что больше оборудование стоит. Плюс для спортивного дрона, который участвует в дронрейсинге, нужно специальное провод управления, так называемый ARM, и специальные видео очки. Не те очки VR, которые подаются в бытовом для просмотра телевизии. Они специализированы. То есть там специальная техника, надевая которой пилот, по сути дела, садится в кабину этого аппарата и летает от его вида. На джойстике для управления спортивным дроном у каждого стика своя команда. Любой пилот может найти свой удобный пульт управления, чего не скажешь об очках из мира FPV. К сожалению, пока не придумали те, что могут корректировать зрение. Если у пилота с ним, есть проблемы. Как выглядят эти гонки? Я не знаю, вы по одному выходите, или бывают прям массовые гонки. Это, во-первых, зрелищно. То есть это большой объем трассы, который оборудован специальными сетками безопасности. Потому что дроны летают на высших скоростях, и это небезопасно, если стоят рядом большое количество людей. Спортивные дроны летают на высоких скоростях. Это и 120 км в час, и 106 км в час. И если на такой скорости вот этот летящий снаряд задевает о что-то, ну, он не вписался в поворот или ударился о что-то, то он меняет свой вектор, и меняет его непредсказуемо. И какое-то количество времени после этого пилот не в состоянии управлять, потому что, ну, он потерялся в ориентации. И в этот момент дрон может отскочить в толпу и кого-то поранить. На трассе расположены снаряды. Это кольца, это арки, это флаги, это система торнадо, которая составляет собой стандартизированную трассу. То есть дрон должен пройти по каким-то точкам. Ну, вот как мы проводим аналогию с Формулы-1. Там есть трек, как он должен проехать на скорости. Так же и у нас для дронов тоже есть какая-то трасса, которую нужно пройти на время. Соответственно, там, условно, 4-5 кругов и на скорость. При этом дроны летают одновременно по 4 человека, по 4 машины, по 4 пилота. Сами пилоты садятся в специальное кресло, им в руки даются пульты управления, и к их очкам управления подключаются дополнительные видеовыходы, чтобы транслировать на большие экраны, что же видит пилот. И поэтому это становится зрелищно. То есть люди с одной стороны видят то, что дрон летает в пространстве, в объеме, а с другой стороны он может посмотреть на большой экран и увидеть, что же видит там пилот. Это происходит в течение какого-то времени, там, несколько часов. Так же, как в обычных гоночных автогонках. Это сначала квалификационные заезды у нас, залеты, слово не могу подобрать. Квалификационные полеты, чтобы выяснить, кто в какой трое в четверке летит и так далее. А потом уже пилотаж на скорость, на время. И дальше, кто первый, молодец. Один заезд длится две минуты. Каждый круг трассы участники проходят на время. За непрохождение одного из препятствий либо начисляются штрафные баллы, либо участник обязуется вернуться и пройти препятствие полностью. Расскажите о нашем Ульяновском дронодроме. Это же прям вот совсем недавно у нас это все открылось. Его мощности и до чего он, в принципе, в планах должен дорасти. Насколько будет серьезная такая трасса, может быть, уже там, весомая. У нас есть стандартизированная трасса, которая состоит из стандартных элементов. Кольца, флаги, арки. Есть специальные стопы, куда залетают дроны и паркуются. Есть точки запуска, столы и так далее. Это вот как бы понятная инфраструктура. У нас есть измерительное оборудование. Это ветроуказатель, это анимометр для скорости ветра. У нас есть система засечки электронной, чтобы мы точно знали там до миллисекунд, какой дрон, когда прилетел, а есть необходимое программное обеспечение для этого. Это то, что есть сейчас. Что в ближайших будущих? В ближайшем будущем в планах. Это создание собственного парка дронов на этом дронодроме. Для того, чтобы те школьники, те студенты, которые живут в нашей территории и не имеют по каким-то финансовым причинам возможности свой дрон поиметь, заиметь, купить, приобрести, собрать, чтобы они могли тренироваться. Вот на наших дронах. Это план на ближайшее будущее. А дальше в развитии мы хотим наращивать трассы, чтобы они были больше. Мы хотим сделать постоянную ограду вокруг дрона, чтобы это было безопасно. И мы хотим создать в последующем, уже план на год где-то, экосистему. Какие вообще бывают такие случаи на соревнованиях, что там, я не знаю, погода, непогода? Как вообще выбирается это все? Ветер, не ветер? Опять же, если дрон обладает системой стабилизации, то на него, конечно, ветер влияет, но он сам отстраивается. То есть он старается держать высоту, держать местоположение, держать углы, наклоны и так далее. Но это электроника срабатывает. И чем более профессиональный дрон, тем легче это делается. И оператору нужно просто задать нужный ракурс, нужную высоту, нужный поле и так далее. Если мы говорим про пилотные, про спортивные дрона, на которых таких систем нет, то, безусловно, на них влияет очень сильный ветер. То есть они там летят, у них там стик отклоняют, какой-то газ дают. Соответственно, если ветер дунет, то пилоту нужно очень быстро среагировать. Потому что электроника ему не подыгрывает. В полетах бывает всякое. То есть, вот когда мы смотрели, вылетает 4 дрона. До финиша доходит почти во всех вылетах максимум 3, а то и 2. То есть как минимум один сюда сходил в дистанцию. Он либо терял высоту, разбивался, падал, либо он цеплялся за сетку, либо во что-то врезался. То есть он уже не мог продолжать полет. То есть, да, такое часто происходит. Конечно, они могут сталкиваться между собой. Они же летят одновременно, и им нужно одновременно пройти в ворота или в кольца. Да, столкновения оба проигрывают, поэтому стараются не сталкиваться. Потому что если будет столкновение, то выйдут из строя оба. И все это понимают. С другой стороны, единственное, что может из погодных условий помешать дрону, это осадки. Потому что когда пилот надевает на себя очки и смотрит глазами камеры на дроне, то если попадают осадки, дождь или снег просто будет слепить. Это вот единственное ограничение. Ну и плюс электроника. Если она там замыкает, это очень плохо. Дроны могут летать и зимой, если есть вся соответствующая инфраструктура. Правда, время полета сокращается. Оно и понятно. На морозе уменьшается емкость аккумулятора. Что касается женщин в этом спорте вообще? Они есть. Много? И они не просто украшения. Но я думаю, процентов 25 точно есть. То есть, конечно, меньше половины, но на уровне четверти-третьи точно есть. А правила такие же для них? Да, конечно. То есть и скорость? Потому что если, допустим, брать другой вид спорта, например, какие-то показатели меняются для женщин. Здесь как бы они наравне? Да. О, вот он. Феминистки будут ликовать. Возаправе. Но мы же здесь не силой тренируемся, не силой мышцы. Мы здесь тренируемся скоростью реакции. Поэтому да, требования вообще. Но все-таки женщины как-то уступают? Или может быть у них какой-то есть плюс? Ну всегда же бывает. Ну смотрите, может быть, это печать нашего общества, печать времени, что женщин в технике вообще в принципе меньше. То есть и обычных пилотов на самолетах меньше, и там водителей в такси их меньше, и в программировании их меньше. Ну, хотя в программировании, наверное, уже половина есть. Может, наверное, сравнялось. Но вот в дронах я видел около четверти. Вот из тех полетов, которые видел я, которых я принял участие как зритель, то треть-четверть женщин есть. А по поводу хуже они и лучше, но так как их статистически меньше, то у них и статистически меньше результатов в общей картине. Ну а летать они на уровне. Они мужчинам не ступают. Помимо навыка управлять дроном, пилоты должны иметь хороший вестибулярный аппарат, уметь быстро реагировать и быть внимательными. Наверняка они еще качают пальцы на руках, просто умалчивают об этом. Умело обходиться с пультом управления не так-то просто. Кстати, возраст пилота в среднем варьируется от 16 до 40 лет. А это можно как-то организовать? Например, в Ульяновске такие курсы, может быть, уже существуют, где ребят собирают, выдают вот это или как-то помогают им этим? У нас в Ульяновске, в нашем городе, очень много любителей, которые этим занимаются уже достаточно долгое время. Но они как-то разложены небольшими группами, по два-три человека, по знакомству. А какого-то системного подхода пока нет. И вот как раз-таки это очередная брешь, которую мы хотели бы закрыть. И мы действительно уже прорабатываем идею создать некую школу пилотажного мастерства для пилотажных аппаратов. Особой вишенкой на этом торте может быть открытие школы для самых маленьких. Почему? То есть такими дронами реально управлять с пяти лет. То есть когда человек уже понимает, где он находится, что вокруг него происходит, он уже способен управлять. А почему это делается чем раньше, тем лучше? Потому что у детей очень гибкий мозг. И для того, чтобы войти в управление дроном, ну, нужна какая-то адаптация. То есть мы уже понимаем, что у нас управление этой машиной не к нам, к нервам подключено, как бы не прямой интерфейс, а через какое-то технологическое управление. Вот у детей адаптация максимальная. И если мы ребенку с детства этого даем, то потом из него может получиться просто феерические пилоты, которые могут себя найти в жизни потом. Здесь еще очень большой задел для конструирования, проектирования, испытания. Большая научная часть. То есть их можно собирать как конструктор, например, вот вы знаете, там Лего, да? Мы пришли, собрали что-то. Вот можно так собирать. А можно же прямо из комплектующих собирать. Можно там вот, то есть ребята знакомые, спортсмены, которые, например, сами рамы изготавливают. И там комплектуют их винтами, там блоками управления и там питанием. Их можно программировать. Их можно вот полный цикл разработки делать. Здесь простор очень большой. Тяжело ли вообще собрать дрон в целом? И это вот как раз-таки занимается более какая-то научная часть? Или это правда любой парень, посмотрев видюшки, может, я не знаю, собрать свой дрон? Если мы говорим про массовый сегмент, про товар широкого потребления, то там дроны приходят уже в сборе. И человеку, который хочет на них полетать, нужно просто, ну, условно, навинтить ее в лопасти, установить на пульт управления антенны и там включить питание. И все будет работать. То есть каких-то специализированных технологических, технических данных для этого не требуется. Но если вы хотите заниматься этим более плотно и достигать более высоких характеристик, и чтобы там ваш дрон делал чуточку больше, чем все остальные, то вы можете их напрямую конструировать. На рынке, на международном рынке, на российском рынке, есть очень широкий выбор всевозможных комплектующих. Различного рода двигатели, плата управления, да одни даже лопастей очень много. Для каких-то типов дронов, например, важна плавность хода и там стадия с полета. То есть они более обтекаемые. Для каких-то дронов, например, аэродинамика не нужна вообще, они вкладывают усилия в максимальную мощность. То есть все зависит от того, как мы применяем то изделие, которое мы делаем. Как сложно потом починить его? Вообще это трудоемкая работа, скажем так, или лучше новый сразу купить, новый комплектующий заново собирать? Допустим, про спортивные, если говорить. Если мы говорим про спортивные дроны, то они почти в большинстве случаев самодельные. То есть пилот сам конструирует свою технику. И, как правило, она взаимозаменяемая. То есть если мы на рам и на рам можем поставить двигатели, если один двигатель пришел в негодность, мы его можем вынуть и заново поставить. Причем даже на таких соревнованиях, как дронрейсинг, всегда есть зоны пилотов, которые что-то здесь представляют. Это шоссер, под шоссетором столы, к столам подвину электричество, и они просто, вот знаете, выложены огромными горами комплектующих, из которых мастера что-то доделывают, допиливают, там чуть ли не паяют на месте. Поэтому если какой-то дрон пришел в негодность, его можно либо оперативно склеить, починить, там, заменить, запаять, либо есть как бы вариант поставить другой, либо что-то еще. А если мы говорим про те, которые покупаются, то есть они как бы сразу в сборе, там с этим сложнее, потому что они, как правило, их нельзя на лету починить. Потому что если там они, как правило, в залитом корпусе, которые надо там либо целиком менять, либо что-то еще. А вот давайте по параметрам, допустим, ну вот брать все дроны, самый маленький, я не знаю, микроскопический, и самый большой, который известен дрон, там по массе и по диаметрам. Ну давайте то, что я сам видел, вот, ну показывать буду на руках. Самый маленький дрон, который я видел в полете, это вот такой. Причем он вот такой, большой жук. Он летал, он управлялся, он может даже садиться на руку. Я видел промышленные дроны, они, ну если как бы, если показывать на руках, они вот такие. То есть они могут летать высоко, далеко, и главное долго. Они не такие быстрые, как спортивные, но у них нет такой задачи. Их задача там высоко подняться и пробыть на высоте максимально долгое количество времени, чтобы там отснять какую-то территорию, какой-то объект, что-то еще. По телевизору, вот я лично не видел, по телевизору видел, видел военные дроны. Они чуть ли не с самолета размером. Это очень серьезная машина. Это очень сложная, игровая на уровне самолета. То есть они часами в воздухе, они могут нести на себе вооружение, что-то еще. Средняя стоимость, скажем так, дрона? Опять-таки вопрос, цель и полагание. Для чего мы покупаем? Если мы говорим про какую-то игрушку, ну цена может быть 3-4 тысячи рублей. Это игрушка. Если мы говорим про какой-то плюс-минус любительский уровень, просто там более комфортно полетать, ну это 20-30 тысяч рублей. Если мы говорим, что нам нужно какое-то специализированное оборудование там для аэрофотосъемки, там для операторов, для фото-видеооператоров, то здесь цена 100-150 тысяч рублей. Ну потому что эта техника усложняется. Про промышленные дроны, про дроны специального значения даже говорить не буду, ну потому что там цены совершенно другого порядка. Если мы говорим про спортивные дроны, если мы их собираем сами, то здесь цены тоже варьируются. Здесь цены 70-80 тысяч, ну и потолка нет. То есть это полный комплект 70-80 тысяч, грубо говоря, да? Да, да, это просто полетать. Тем временем в Ульяновске готовятся к проведению первого в истории региона фестиваля беспилотной авиации. Мероприятие станет показательной площадкой для демонстрации потенциала дронов. Каждый желающий сможет послушать лекции, посмотреть, потрогать и протестировать беспилотник. Организаторы нацелены доказать, что дроны это вам не игрушки, а передовые технологии будущего. И будущее за беспилотными летательными аппаратами. Это доставка продуктов, доставка покупок, доставка медикаментов. Просто вызвать пиццу, она к тебе прилетит в окошко, удобно? Или, например, если вы находитесь в трудоступной местности, вам нужно лекарство. То есть вертолет гнать туда нецелесообразно, а дронам прилететь, почему бы и нет. Или, например, мы можем развернуть какой-то там рой этих дронов, чтобы контролировать сотни гектаров леса от пожаров. Потому что одно дело, когда мы смотрим со спутника, но мы со спутника видим уже очаг возгорания, когда уже поздно, когда уже горит. А с высоты дрона, там с 50-60 метров, мы же гораздо быстрее, то можем обнаружить. Ну и мой традиционный вопрос, последний. В нашем случае три главных качества дрон-рейсера. Дрон-рейсера. Открытость к всему новому и не боязнь экспериментировать, учиться, любить скорость и любить небо. Пришло время почувствовать себя пилотом. Денис доверил мне свой квадрокоптер. Знакомьтесь, это любительский дрон по прозвищу Шмель. Давать имена самолетам давняя традиция. Чем беспилотная авиация хуже? Умеет держать точку GPS, он должен стоять со спутниками. Он должен принять сигнал спутников. У него геолокация. Да, причем геолокация есть и у пульта управления, и у самого беспилотного летательного аппарата. У него запуск на минимум шести спутников у него и шести спутников у этой машины. Сейчас мы видим, что семь спутников на дроне и один спутник на пульте. Мы можем взлетать. Максимально Шмель летал на высоте 260 метров. Интересно, взлетит ли беспилотник, будучи в моих руках. Вниз влево, этот стик вниз вправо. Запустили, отпустили. То есть, когда он запустит двигатель, мы отпускаем пальцы. Он просто стоять будет? Да, он просто стоять будет. Ничего страшного. Запускаем двигатель. Так. Итак, старичный момент. Одновременно. Так, надо... Я боюсь сейчас его сломать. Так, надо вниз. Одновременно, да. Все правильно? Отпускаете, отпускаете. Ага, все. Он просто стоит, но вращается. Теперь левый стик надо упором вверх. До упора, до упора, до упора. Ой, а что дальше-то делать? Все, теперь мы смотрим на экран, куда летим. Не повезло. Наш дрон оснащен системой стабилизации. Боюсь представить, чтобы произошло, не будет такой функции. Ахиллесова пята, большинство дронов, и это их лопасти. Если у нас какая-то ненормальная ситуация, мы его не видим, потеряли. То есть, мы его физиально не видим. Или мы там сбились, у нас что-то плохое, или он потерял связь, то у него включается режим возврат домой. Возврат домой на ту точку GPS, с которой он стартовал. Он сейчас пока упадет. Но он просто зафиксируется над тем местом, куда он прилетел. Ага. Мы можем его там попробовать посадить. А как нужно садить? Ну, главное, чтобы он... Ой, я сейчас... Он прямо на меня упадет. Никто ни на кого не упал, дрон приземлился на траву плавно. В общем, полет оказался нормальным. Совет начинающим пилотам. Не стоит сразу хвататься за дрон. Прежде набейте руку на специальном симуляторе. 15-20 часов полета, и только тогда смело взлетайте в воздух. Субтитры сделал DimaTorzok